приветствую всех на своем канале меня зовут ольга и сегодня я хочу подвести некие итоги марта месяца и также поговорить о планах на апрель месяц до что я буду вязать о планах какие у меня удалось не удалось завершить марте то есть обо всем об этом как обычно я хочу в начале месяца с вами поговорить я благодарю всех за ваши добрые теплые слова вот последний я снимала небольшой такой видео эпизод и мне очень было приятно что писали девочки о том что соскучились вспоминали да думали как говорится я тоже очень вас всех ценю люблю и к сожалению так получается иногда да в нашей жизни что бывают моменты когда ну просто нет времени нет времени чтобы поснимать что-то да показать потому что показывать нечего потому что на это тоже нет время чтобы что-то успеть связать или повышевать и бывает нет времени даже вот сейчас у меня мало времени даже посмотреть других девочек я очень мало и очень выборочно смотрю я стараюсь какие-то видео просматривать все-таки девочек за которыми я наблюдаю но к сожалению сразу хочу попросить У всех, кто, может быть, давно меня у себя в комментариях не видел, я просто не успеваю. У меня нет времени, чтобы просмотреть все новые видео, которые вы, девочки, выпускаете. Потому что, ну вот, такая наша реальность. Пока что так. Хотя, вот знаете, мне кажется, чем ближе к лету, тем хуже и хуже будет с этим. Потому что начинается уже огородный сезон, скоро начнётся. У нас начало всё активно таять. Правда, было тут немножко, немножко о погоде, да, отвлеклось. Было здесь немножко, что нас засыпало. Два дня нас просто засыпало снегом, как будто бы снова зима вернулась. То есть до этого у нас почти неделю всё таяло, уже и земля появилась, и асфальт. А потом, как это всё засыпало, сейчас всё по новой. То есть вот такой вот у нас по спирали, туда-сюда, туда-сюда как-то это. То снег, то снова всё тает. Ну и сейчас ветра очень сильные, но вроде бы потепление такое активное ожидается. Ну, посмотрим, весна есть весна. У нас она капризная, непредсказуемая. В принципе, ещё такого резкого хорошего потепления ждать не приходится. Ладно, отвлеклась я, да. Давайте сейчас вначале я поговорю с вами о готовых работах. Покажу готовые работы в этом месяце. Кстати, по готовым работам у меня как-то в этом месяце получше. Потому что, ну, получилось, видимо, с того месяца, да, что-то я подвязала. И получилось, что побольше готовых работ. И появился тут экстренный, как сказать, мастер-класс. Нужно было экстренно снять. Поэтому к нему я тоже кое-что подготовила. И покажу сейчас вам всё по порядку. Давайте начнём с того, что в первую очередь я связала, ну, буквально вот у меня, да, я вот тетрадку закрыла. А вот здесь по трекеру, в принципе, у меня видно было, что я в первую очередь связала свитшот детский, да, который я уже демонстрировала, показывала, что он у меня готов. Мне кажется, или нет, в каких-то видео я уже показывала, да, что он у меня полностью готов. А так вот он у меня выглядит. То есть вот такой вот свитшот с карманом. Карман кенгуру здесь. Рукава вот такие тоже лампасами, да, как бы выделены. В общем, ну, всё, работа полностью готова. Я очень рада. Дочь ждёт с нетерпением, когда сможет его уже на себя примерить и уже активно его носить. Ну, так как я снимаю на костюм мастер-класс, да, то есть я снимала мастер-класс на канале Атрика, выйдет в бесплатном доступе этот мастер-класс. Я снимала на свитшот и также у меня точно из такой же пряжи будут штанишки. Значит, что это за пряжа? Основная пряжа – это альпака от Атрика. 20% шерсть, 70% хлопок, 10% антипилинг. В 50 граммах 100 метров. Цвет 306. И вот такой вот он голубой, приятный, классный. Пряжа мягкая, пряжа классная. Для отделки я использовала вот такую вот пряжу. Это от Атрика хлопок с акрилом. 50% хлопок, 50% акрил. В 100 граммах 190 метров. Толстая пряжа, 15-39 цвет. И вот прям вот пока я на… Она приятная, она мягкая, классная для детей. Мне кажется, вообще классно тоже из неё вязать. Но вот именно такие акценты, да, в виде вот этих вот каких-то отделочных моментов, лампасов, я хотела именно вот яркие, чтобы были. Дочь, конечно, только, наверное, из-за одних вот этих ярких акцентов уже готова носить этот свитшот. Ну и здорово, да. Вот, значит, по поводу веса. Значит, вес этого свитшота у меня получился 320 грамм. Основной пряжи у меня ушло где-то 315 грамм. А вот этой вот для декора где-то грамм 5 ушло. Ну, то есть тут немножко, конечно, ну что, только шнурочек и вот эти вот лампасики. Вязала я на спицах, что-то я об этот момент не обговорила, да, может быть, кому-то интересно. Из этой пряжи я вязала, значит, горловину я вязала на спицах 3,5. И, в принципе, в мастер-классе я об этом рассказываю. Кетлёвку вязала на спицах 3,5, а потом основное полотно на спицах 4 вязала. А вот рукав я уже вязала на спицах 4,5. У меня вот почему-то с самого начала так получается, что когда у меня маленький круг, да, получается, кругового вязания, то я вяжу плотнее. Чем круг больше, тем более рыхло вяжу. Ну, в общем, я уже просто знаю об этом. И когда вяжу вот так вот рукава, еще даже на пол размера больше беру и себе спицы. В общем, вот такой вот свитшот вышел. Я вам давайте вставлю фотографии, какие у меня есть, как дочь выглядит в этом свитшоте. Еще раз скажу, очень получился комфортный, удобный. И пряжа действительно приятная, мягкая. Тут, конечно, большая часть хлопка, но за счет вот этого ворсика, да, шерсти, она такая мягкая, приятная. Даже вот шелковистость какая-то получается. Даже моментами было, мне казалось, что скользкая пряжа, но очень безумно приятная. Поэтому хорошее изделие получилось. Значит, это вот первое изделие, которое я закончила, быстренько получается в начале месяца. И дальше еще два изделия были у меня. Это носочки. Первые носочки я закончила, тоже снимала на них мастер-класс, который выйдет на канале Атрика в бесплатном доступе. Я вязала из их пряжи. Пряжа называется 100% шерсть. Так, я сейчас, надеюсь, найду где-то этикетку. У меня была, вроде бы, была приготовлена, но куда-то она у меня делась. Потому что много чего приготовлено, поэтому потеряла. Значит, вот такая вот пряжа. Состав у этой пряжи 100% меринос. Вес 50 грамм, прошу прощения, длина 430. Цвет у меня был 1204. Он такой светло-бежевый, приятный такой цвет. Мне кажется, как мужские, так и женские носки будут хорошо смотреться в этом цвете. И, значит, у меня было два мотка. Размер где-то 42-43 я связала. Ну, я вязала мужу, я ему сказала, он говорит, да, я хочу такие теплые. Иногда, когда вот зимой, допустим, холодно, одевать их на ночь вот так вот эти носочки. И, в общем, я говорю, хорошо, я тебе свяжу классные носки. И, знаете, я бы вот для себя совсем не отказалась от таких носочков. Потому что они действительно шикарные получились. Вот сама пряжа, вот у меня от двух мотков, то есть 50-граммовых, да, от 100 грамм осталось вот столько. 89 грамм у меня ушло на эти носочки. Но, мне кажется, здесь не 11 грамм, здесь меньше, значит, в мотках было меньше. Ну, в общем, вес носочков 89 грамм. Вязала я в три ниточки эти носочки. То есть я разматывала один моток полностью, брала из него сначала две ниточки, когда вязала первый носок. Потом я брала из него одну, а из второго мотка брала две. Ну, то есть вот как-то вот так делала. И еще что хотела сказать. Вот пряжа, пока ее вяжешь, она сухая. Она сухая, она... Ну, я даже не знаю, как это описать. Такое ощущение, что вот все время хочется руки кремом намазать. Как будто вот она не колючая, нет, но она сухая. Очень такая сухая, прям вот как бобинная, да. Я бы сравнила ее с бобинной. Возможно, оно так и есть. Возможно, ее просто разматывают вот на эти моточки где-то на производстве, да. Но это мои предположения, я не знаю. Но после стирки пряжа просто становится шикарной. Она становится мягкая, приятная. Притом чувствуется, что это шерсть. Она распушается немножко даже. Не знаю, будет это видно. Нет на камеру, но она немножко распушилась. Также петельки разровнялись. Резинка стала красивая. То есть, ну, вообще, мне кажется, после еще там, допустим, одной-двух стирок, носки станут еще более такие красивые, такие эстетично приятные на вид. То есть, ну, в общем, работа замечательная. 89 грамм у меня получилось. Вот эти носочки весят. Дальше, следующие носочки, которые я вязала, я вязала их в тесте у Киры. Я, когда попросилась Кире в тест, я еще не знала, что я буду так сильно занята. И, к сожалению, я вообще не люблю, когда у меня есть какие-то обязательства, да. Я стараюсь их всегда быстро выполнять. И вот, допустим, сколько я у нее не вязала носочков в тесте, я старалась максимально заниматься именно этой работой. Но у меня две недели как раз те, которые я вот начала вязать эти носочки, у меня они были просто, ну, супер загруженные, скажу откровенно. Я там уставала безумно. Уже там даже не то, что до вязания, я не знаю, час-полтора максимум я в день могла повязать. А здесь как бы рисунок, надо за рисунком следить, надо следить за описанием, надо как бы внимательно за всем следить, смотреть. И уже сил на это просто не было. И я долго-долго я вязала. Я, ну, недели две или три, наверное, вязала эти носки. Я уж не помню, но вроде бы Кира на меня сильно не наругалась, ничего такого, конечно же, не сказала, даже наоборот. Но, в общем, вот такие классные носки у меня получились. Я и сейчас бы поучаствовала у нее в тесте, но у меня просто нет времени. Ну, вот, я не знаю, даже если не работать, времени все равно не будет на все хватать, мне кажется. А когда ты не работаешь, мне кажется, наоборот, у тебя еще меньше времени на свое вязание. Ну, это так, к слову. В общем, вот такие носочки, я протестировала ее описание, мне очень понравилось, как обычно, в принципе. Здесь получается верхняя часть такая ажурная, красивая такой ажур, прям вот интересная. Сеточка такая, мне так понравилась. Но где-то, по-моему, у меня была какая-то ошибка. Если увидите, то это да, я знаю, это я сама ошиблась, не по описанию, а я неправильно переплетение сделала. Ну, я говорю, в таком состоянии вязала. А вот сзади, допустим, вот у нее идут вот такие вот косы красивые, да, тоже вот здесь пяточка вот так вот. Все описано, все рассказано, как делать. Есть видеообъяснение в ее описании. Так что, кому нравится, обращайтесь к Кире, я думаю, она с удовольствием вам это описание продаст. Значит, вот такие они длинные. Я специально хотела длинные. Можно было два раппорта вывязать узора, я вывязала три. Хотя знала, что это мне усложнит, это еще как минимум день-два у меня времени займет. Но я хотела, чтобы они были вот именно такие, какие мне нравятся. С длинным паголинком носки, да, тем более такие красивые. И, значит, это я вязала где-то на свой размер примерно. Ставлю вам фотографии. Я сделала несколько фотографий, как эти носочки смотрятся у меня на ноге. На эти носочки у меня ушло 68 грамм. Нет, я ошиблась. Я специально сейчас посмотрела. У меня ушло 74 грамма. Это 68 петель я набирала. Значит, вязала из пряжи Ализе Артисан. Цвет был 666. Он такой, знаете, он не... Ну, мне кажется, неплохо на камере сейчас передается цвет. В общем, он зеленый, морской волны. Вот что-то вот такое вот. Красивый цвет. Значит, 74 грамма ушло на эти носочки. Это была, получается, третья работа в этом месяце, в марте. Не в этом уже, не в этом. Дальше. Еще что у меня из готовых работ. А это вот как раз, что мне нужно мастер-класс выпустить поскорее. Это вот такие вот пасхальные яйца. Я их экспериментировала, вязала, да, чтобы выпустить мастер-класс. И вот по следующему яйцу я выпущу. Не выпущу, а я сниму мастер-класс. И также на канале у Атрика, я надеюсь, до Пасхи как раз выйдет этот мастер-класс. Вязала тоже вот из этой же пряжи, которую добавляла свитшот. Я уже не буду ее упоминать. Единственное, что вот здесь вот у меня еще есть вот такой вот цвет. Этот цвет, если кому-то вдруг интересно, такой приятный, 15-23. И вот следующее яйцо, которое вот я как раз сейчас займусь мастер-классом, я хочу связать однотонным вот из этого, да. То есть будет у меня 3 яйца. Но здесь получилось 2. 2 яйца, это у меня как мартовские готовые работы, я считаю. На каждое яйцо у меня примерно ушло по 15 грамм вот этой пряжи. Я, ну, примерно взвесила, еще пока у меня яйцо было чуть-чуть не довязано и не набито. И было где-то грамм 14, но я думаю, еще грамм уйдет, да. Ну, то есть по 15 грамм примерно. Здесь я сделала вот такой вот как бы спиралью, сделала яйцо. Немножко мне не очень нравятся вот эти вот переходы. Но, тем не менее, можно, конечно, их декорировать. Можно их как-то украсить чем-то. У меня просто сейчас нет времени, чтобы еще всем этим заниматься. Да и, в принципе, я считаю, что неплохо они вот так выглядят. Еще третье яйцо вот когда будет, я думаю, тоже можно как бы ими украсить, да, пасхальный стол. У нас в этом году Пасха очень поздно так получается. Хотя я уже, к слову, подобрала новый интересный рецепт на куличи. И если у меня все получится, в принципе, я каждый год стараюсь куличи сама стряпать. Притом я стряпаю их много и стараюсь именно правильное тесто, чтобы было оно особое для куличей. И вот я здесь еще нашла один рецепт, который мне кажется немножко полегче, чем тот, которым я пользуюсь. Но вот попробую, попробую и, конечно же, потом постараюсь с вами поделиться. Если вдруг кому-то интересно, обязательно пишите. Может быть, я вам даже в комментариях мне напишите, и я вам дам ссылочку на вот тот рецепт, который я, правда, сама еще не пробовала, но написано было, что это замечательный, просто беспроигрышный рецепт. Так, все, значит, вроде бы все сказалось. Сейчас давайте я вам быстренько такую сводку, да, устрою, как обычно, вес метраж, связанного за месяц. Итак, у меня получилось 5 изделий, ну вот 2 яйца, да, как их считать, по одному или как одно? Я их считаю 2 изделия все-таки, на каждое яйцо я потратила по одному дню. У меня даже вот здесь вот записано, что я вот здесь вот начинала и заканчивала яйцо. Я хотела еще 31, но я нет, ошиблась я, я почему-то подумала, что здесь у меня одно яйцо было связано, а оно нет. В общем, здесь я ошиблась, здесь неправильно. Я здесь штаны детские вязала просто весь день, заканчивала с ними, но об этом чуть попозднее. Значит, и вот у меня получилось, что у меня одно изделие было готово, здесь я тоже ошиблась неправильно. Одно, второе, третье, четвертое, пятое. Вот 5 изделий у меня готово, и получается у меня еще было 4 старта. Да, у меня было еще 4 старта. Жалуюсь на то, что времени нет, но у меня вот смотрите, 14 марта вообще день выпал, я вообще ничего не вязала. Это, конечно, у меня крайне редко бывает. Да, по поводу сводки, вернусь. Значит, у меня получилось, что 5 изделий, 513 грамм, всего 513, но это намного лучше, чем было в прошлом месяце. В феврале у меня было всего 74 грамма. Это был просто фиаско мое. За 3 месяца, вот за эти в этом году, у меня самое большое количество грамм, вот именно в марте, 513 грамм. 1262 метра пряжи я вывязала. Тоже гораздо лучше, чем в прошлом месяце, но в январе было больше. Так, все, о готовых работах все. Теперь я хочу с вами поговорить о планах, да, быстренько пробежимся по планам, которые я строила на март месяц, как они у меня получились, осуществить или нет. И будем переходить уже на апрель месяц. Так, значит, носки мужские закончить, на которые я снимала мастер-класс, я их закончила. Свитшот показывала вам, да, закончила. Начать снимать мастер-класс на штаны. Я начала снимать, и вот сейчас постараюсь вам как-нибудь так показать аккуратно. Потому что штаны у меня сейчас в процессе высыхания. Я их довязала за это время. Значит, вот такие вот штаны, они тяжеловатые, мокрые, потому что еще такие довольно-таки влажные. Вот, 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 вот. Я спрятала все кончики, буквально вот 31-го я их довязала, спрятала все кончики. И сегодня, 1-го числа, они у меня еще сохнут. Я их постирала, да, и вот они еще сохнут у меня. То есть, и здесь мне еще нужно, во-первых, вот эти вот лампасики сделать и шнурок связать вот тоже. А, резинку еще вставить, да, и шнурок связать в пояс. Вот, вот такие вот штанишки у меня получились. Да, их можно было бы отнести, в принципе, к готовой работе марта. Но я все равно считаю, что вот пока я их не доделала, не додекорировала, они у меня еще не являются готовой работой. Поэтому я хочу их, ну, в апреле напишу, что такого. Да, будет у меня сразу такая большая, быстро готовая работа будет сделана. Значит, начала снимать мастер-класс. Да, мастер-класс, это тоже требует времени. Дальше, продвинуть носки жаккардом. Продвинула носочки жаккардом, сейчас вам буду их показывать. Так, мне, конечно, будет очень сложно показать, как они выглядят сейчас эти носки, потому что много ниточек, много ниточек, много спиц. Я вяжу два носка одновременно, но не на одной леске. Поэтому, как бы, а так как у меня еще и в несколько нитей вяжется, да, то, как бы, вот, не очень так. Так, значит, вот здесь вот у меня стоит маркер, с какого момента я продвинула вот этот носочек дальше. Этот, наверное, я вообще, как бы, стенка у меня, наверное, только была пятки связана. Но сейчас они находятся на одинаковом этапе. Сейчас мне нужно, получается, вязать стопу в этих носочках и переходить вот на такой же жаккард. И мысок будет, как бы, вот таким светло-бежевым цветом. Значит, из чего вяжу? Это пряжа Alize Superwash. Плюс я добавляю в подмод одну или две ниточки пухонорки. В зависимости от того, что вяжу. Если вяжу жаккард, подматываю одну ниточку. Если вяжу просто лицевую гладь, подматываю две ниточки. Сюда, вот, к этому цвету я добавляла светло-серый такой цвет дополнительной нити норки. Значит, вот на таком этапе. Совсем немножко, да, понимаю, но здесь, как бы, клин подъема, который для меня это не совсем немножко. Для меня это, в принципе, тоже так с ним повозиться надо. Но, еще раз говорю, времени на такие процессы уже не было. В основном я на основные процессы тратила время. Дальше по списку смотрим продвинуть женское жаккардовое платье и продвинуть домашнее платье. Я их сразу просто отмечу и покажу вам. Значит, жаккардовое платье в моем случае было продвинуто на один моток. Напомню, для тех, кто, может быть, недавно присоединился или давно не наблюдал за моими продвижениями, вяжу жаккардовое платье из пряжи Мелани от Швей Торнг. Это стопроцентная шерсть в 50 граммах 120 метров. Цвет 30659. Такой темно-синий с какими-то проседями такими. Приятный цвет. Я понимаю, что стопроцентная шерсть будет очень теплое платье. Но я его и вяжу на сезон именно вот такой вот холодная осень-зима. Значит, вот у меня стоит маркер прогресса. И я один моток связала. Вот здесь вот у меня как бы вывязан один моток. Жаккард пока на кокетке только вот я связала, он закончился. И на рукавах. У меня два рукава готовы у этого платья. Не могу вам его в полном объеме показать. Но вот два рукава готовы. Мне только подол осталось вязать. Сейчас примерно где-то деталь у меня связана. Ну и нужно будет переходить на расширение по подолу платья. И продолжать вязать. Может быть кто-то скажет уже весна. Какое может быть зимнее платье? Ну так я с ним и не тороплюсь. Я его вяжу постольку поскольку как у меня получается. Дальше. Домашнее платье, которое я тоже немножко продвинула. Но моток еще не вывязала. Но здесь такая пряжа, у которой расход очень-очень такой экономичный. Значит, что у меня на данный момент. Я вяжу реглан. Так, петельки у меня потерялись. Сейчас я подберу. Потому что здесь такие петельки. Если вовремя не подберешь, потом можешь потерять вообще как бы эту петлю. Значит, заглушки. Есть ведь заглушки, да? В принципе, они, конечно, есть заглушки. Не знаю, почему я их не надела. Ладно. Видно, торопилась сильно. Так, значит, что у меня сейчас с этим платьем. Вот у меня висит тоже маркер прогресса. И вот столько я связала. Ну, добавила. Хоть сколько-то я добавила. Это уже хорошо. Вот это платье можно и побыстрее вязать. Как будто бы его на летний такой период, на теплую весну, на лето вполне можно будет использовать. Пока вяжу еще реглан. Потому что я хочу свободное такой формат платья. Оверсайз. Поэтому пусть оно будет и пошире, и реглан подлиннее. Просто потому что это будет домашнее платье. Из какой пряжи? Это от Комтекс Творческая. Она снята, насколько мне известно, с производства. 100% хлопок в сограммах 270 метров. У меня цвет розовый 0,56. Я вязала из подобной пряжи для дочери платья. Она из него, правда, уже выросла. Но тоже было очень комфортно и приятно. Почему я из этой пряжи вяжу себе домашнее платье? Потому что мне цвет не очень. Хотя сейчас вроде бы такие цвета в моде. Но, в общем, я решила, что для домашнего цвет подойдет. Так, дальше. Мужское изделие я не продвинула. Напомню тоже вам быстро, что у меня за мужское изделие в работе. Это будет либо свитер, либо джемпер. Пока я не знаю. Значит, он вяжется из пряжи тоже от Швей Торнка, Верора. Здесь состав шерсть и хлопок. Цвет СК 0,36. Значит, состав 50% шерсть, 50% хлопок. Приятная на ощупь такая пряжа. В 50 граммах 115 метров. И как бы я с ним тоже не тороплюсь. Потому что это уже, в принципе, к следующему сезону. Такому осенне-зимнему сезону. Но начала, потому что я знаю, что мужское изделие я буду вязать долго. Тем более, что вот в этом месяце мне не удалось его продвинуть. Не знаю. Вообще вот хотела-хотела все взять. Но появлялись какие-то срочные другие проекты. И я его не взяла в работу. Очень жалко. Вот такая вот фактура у него сейчас получается. Потом, когда после стенки оно немножко не будет таким 3D эффектом. Да, оно немножко разгладится. Распрямится. Я показывала, как это выглядит на образце. Ну, в общем, да. Это, по-моему, у меня был маркер прогресса за февраль месяц. Мне кажется. Нет, это не в этом месяце. Я в этом... Нет, у меня в трекере видно, что я не брала в этом месяце этот проект. Поэтому не смотрите. Это я в феврале месяце связала. Поэтому уберем сразу же, чтобы не путаться. В этом месяце ничего. Поэтому изделие у меня не было связано. Дальше. По списку. Ну, смотрим. Значит, с мужским изделием у меня не получилось. Мотивы 10 штук. Вот здесь вот у меня тоже оказия случилась. У меня так все неплохо получалось. Я, в общем-то, вроде бы даже с запасом вязала эти мотивы. Но давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Одного мотива у меня нет. Я не успела связать еще один мотив. То есть, вот как я планировала 10. Только 9 у меня готова, к сожалению. Но что делать? Не получилось. Я напишу здесь так для себя как бы. То есть, ну, торопилась, торопилась. Были моменты. У меня, кстати, здесь по трекеру видно, что я вот, получается, 20-го числа один мотив связала. И потом я буквально вот 25-го связала один мотив. И все, наверное, да? Ага, я вязала. Вот 31-го у меня был еще один мотив. Вот что у меня здесь неверно было написано. Здесь я связала еще мотив один. Точно. Сейчас я даже вам покажу. Значит, вот у меня мотив один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вот это девятый. Да. Все правильно. Неправильно написала я. Так, значит, вот 9 мотивов, 10 не получилось. Ну, ладно. Ничего страшного. Я думаю, тогда запланирую себе на следующий месяц 11. Хотя в следующем месяце, мне кажется, у меня столько планов будет. Ну, посмотрим. Давайте теперь дальше, да? Посмотрим, что у меня тут дальше. Значит, теперь мы перейдем к вышивке. А, ну да, еще вот носки в тесте закончить. Я закончила их. Это я подписала уже, получается, через неделю после того, как планы составила. Значит, носки в тесте я закончила. И получается, у меня вышивка. У меня на каждой вышивке был свой план полторы, полторы, пятьсот. И еще одну вышивку оформить. Я вам сразу скажу, да, то есть не буду ничего это тут утаивать. Я выполнила эти планы. И сейчас вам буду показывать, что же у меня получилось. Поэтому уберу вот это все, чтобы не мешалось. А в кадр внесу немножко другое, да? Давайте по порядку буду показывать вам. Вот первое, что хочу показать, не по, как сказать, я не в таком порядке отшивала эти работы. Но просто вот у меня они так сложены. Поэтому я вам так покажу. Значит, я планировала пятьсот крестиков вот на этой работе сделать. И, значит, это Атреолис веслоухий котенок. Сейчас давайте вам ставлю фотографию, как эта вышивка у меня выглядела на начало месяца. И у меня получилось из-за планированного, то есть вот пятьсот я планировала, я вышила семьсот девяносто один крестик. То есть больше, да, чем планировала. Вот как у меня сейчас выглядит эта работа. Здесь уже очень много, в принципе, сделано, да? Даже уже вот эти вот, кто мне скажет, что это, васильки, да? Я забыла уже, я их все одуванчиками называла. Васильки уже начали появляться. То есть вот. Ну, в общем, что тут еще можно сказать по этой вышивке? Да, в принципе, движутся. И я так скажу, что тут осталось-то совсем немножко. Начать и кончить, как говорится. Но даже не знаю, когда я с этим разберусь. Потому что, ну, вот последнее время по вязанию много планов. Так, ладно, все. Получается, семьсот девяносто один крестик я на ней выполнила на этой вышивке. Дальше. Переходим к следующей. Следующая у меня идет не по, как сказать, не по отшиву, а по наличию. Да, вот такой вот маяк от панны. Маяк в шторм. Значит, вот так вот эта картина будет выглядеть в итоге. Здесь очень много идет полукреста. Особенно вот в этой части очень много полукреста. Маяк уже отшивается крестом. И вот ниже то, что спускается, вот это вот море отшивается крестом. А полукрест он как-то быстро отшивался. Хотя, вот в самом начале я начала с верхнего левого угла. В самом начале мне даже показалось, что я вообще как будто вышивать не умею. Потому что я еще давным-давно вышивала полукрестом. Поэтому, ну, как-то мне казалось что-то не то. Но потом ничего, все пошло неплохо. Давайте сейчас вставлю вам фотографию, как выглядел маяк на начало месяца. И в планах у меня было на нем выполнить полторы тысячи крестиков. Я на маяке отшила 1549 крестиков. Ну, в общем-то, норму я выполнила. Не больше, не меньше. Как бы вот сколько хотелось, столько и выполнила. И вот как сейчас у меня выглядит. Здесь осталось вот тоже совсем немножко. Совсем немножко. У меня там совсем немножко, здесь совсем немножко. Как возьму и закончу все вышивки разом. Значит, вот здесь вот я уже перешла вот к этому морю. Но здесь, знаете, такой разброс уже идет. Одиночки какие-то идут. Поэтому, ну, не просто так уже идет. Но, тем не менее, интересно. Вот здесь вот я вот этих птичек вот уже вышила. Да, я помню, как-то говорила, что чайки. Ну, нет, я же вижу, что чайки, они более светлые. Да, а здесь явно что-то, что-то такое более серьезное. Может, бревестники какие-нибудь или альбатросы. В общем, такая картина. Вот здесь вот еще полукрест даже вот отшивается. То есть тут вот в этой части, как бы получается, в левой части креста, крест начинался раньше. А вот здесь вот он идет как бы на спад, да. Ну, то есть таким способом добивается эффект, да, такого, такой, как бы объемность, прозрачность, вот небо, море. То есть вот способом разных сложений, разных видов, то есть полукрест-крест. То есть как бы вот, ну, интересно. Интересно, конечно, с удовольствием еще и позанимаюсь. Тем более здесь немножко осталось. И будет уже готовая работа. Так, значит, это вторая вышивка. Третья вышивка многим, кто на моем канале давно, давно, может быть, уже и примелькалась. Это «Зимняя тишина» реплика от Dimensions. Здесь она называется немножко по-другому, эта картина. То есть реплика называется по-другому. Ну, а оригинал, который от Dimensions, он называется «Зимняя тишина». И, значит, вот как эта картина должна выглядеть в итоге. Она довольно-таки большая. И я вам сейчас ставлю на момент, когда я приступила к этой вышивке. Мне тоже было в планах полторы тысячи на ней вышить. Я вышила 1573. Тоже, в общем-то, столько, сколько и хотела. И вот как сейчас у меня выглядит эта вышивка. Вот эта часть, она такая, знаете, здесь очень много. Я вот здесь вот очень много времени тратила на разные разбросанные там группы крестиков, небольшие группы крестиков, на одиночки, на какие-то. Вот много времени тратила на это, поэтому как бы медленно она у меня пошла. Когда ты отшиваешь вот такими большими участками, да, зашивами, то есть где небо, где вот земля, тут снег, оно быстро летит. Но когда ты переходишь вот на это, здесь как бы, да, приходится подольше над ней поработать. Но, тем не менее, мне нравится, что получается. Мне нравится вышивать эту работу. Здесь сейчас надо много бэка делать. Но так как я торопилась, я торопилась из-за того, что мне хотелось норму быстрее сделать, да, чтобы перейти к другим работам. Я ее, кстати, первую взяла в этом месяце в работу, и я решила, что бэк я не буду делать. И вообще я решила, что я дошью, наверное, вот эту вот часть, да, вот этот лист. И у меня останется здесь совсем, получается, половинка листа останется, и все, и работа будет тоже готова. Вот я дошью вот эту часть, покажу, как это выглядит без бэкстича, а потом сделаю бэкстич и покажу, как это преобразится все. Как бы здесь на домах вот видно, да, где бэкстич. А вот здесь вот его еще нет. Вот собачка, да, тут как бы тоже непонятно, что такое. Но здесь собачка, здесь будет еще одна собачка. Ну, то есть кусты здесь где-то, они тоже преобразуют очень сильно картину. Ну, в общем, покажу потом это все сделаю, когда все покажу. Так, все с вышивками, все. Значит, мы закончили. А, нет, 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 еще, еще оформленная работа. Значит, я же говорила, что и мне еще нужно оформить, добавила этот пункт к себе, что мне нужно еще оформить работу. Это вот озеро Луис, которое я закончила в феврале месяце. Вот так вот она выглядит. Я постирала, я отгладила, я вот, как видите, натянула на рамку. Показывала, да, какая у меня рамочка будет, как оно будет смотреться. И мне очень нравится, мне кажется, очень подходит. Дочь у меня увидела, сразу говорит, ого, вообще мама, здорово. Сзади, сзади у меня как бы здесь был задник. Я натягивала на пивной картон. Значит, и потом вот этим задником, который здесь был, я закрыла. Здесь не стекло, здесь идет какой-то пластик. Но я его все-таки вставила, потому что, ну, мне кажется, пылиться будет. Поэтому я решила, что я вставлю этот пластик. Ну, со временем можно убирать, вообще можно переоформить так-то. Здесь ничего такого нет. Но мне кажется, рамка очень идет в этой картине. Очень даже красиво смотрится она в этой рамке, картина. Значит, вот, все. Я выполнила план и по оформлению вышивки. Теперь постараюсь побыстрее поговорить о планах на апрель. Почему побыстрее? Потому что некоторые пряжи у меня еще даже нету в наличии. Что хочу начинать вязать будут у меня опять старты. Хотя, скажете, у тебя столько начатого. Ну, вот. А почему бы нет? К лету как распроцессюсь и как буду вот двигать каждый день что-то новое. Шучу, конечно. Ну, в общем, так. Значит, я хотела бы закончить носки жаккардовые в апреле. Не буду какие-то новые начинать. Как бы остановлюсь на одних. Мне кажется, довольна мне их. Итак, дальше мотивы. Так как у меня долг один мотив, то я напишу 11 штук. Хотя вот, ну, не знаю даже, не знаю, получится ли у меня вообще 10 штук в апреле. Но, тем не менее, продвигать все свои начатые процессы я, конечно же, хотела не закончить, естественно. Потому что будут другие у меня изделия начаты новые, на которые я также буду снимать мастер-класс. И буду, конечно же, им уделять больше времени. Поэтому продвинуть мужское изделие обязательно. Вот это обязательно. Потому что я его не продвинула, получается, в марте. Дальше продвинуть платье. Жаккардовое платье. Хотя бы тоже моточек вывязать пряжи. Продвинуть домашнее платье. Так. Еще не записала. Еще одно яйцо связать. Это у меня будет мастер-класс. И мне его нужно связать и снять мастер-класс обязательно. Это даже в первую очередь. Прямо вот буквально сегодня-завтра я этим займусь. Дальше. Наверное, все вот из того, что у меня уже начато. Ну, в принципе, не так уж и много у меня начато. Ну, есть там. А, ну да, забыла. Довязать, получается, штаны детские. То есть, оформить их, высушить и доснимать мастер-класс на них. То есть, с этим обязательно. Дальше. Хочу начать новые изделия, на которые буду снимать тоже мастер-классы. И уже они более такие легкие будут, я думаю. Хочу. Не буду вам сейчас даже фотографии вставлять, вот какими я вдохновилась. Получается, ну, просто пока нет пряжи, возможно, что-то поменяется. Да, поэтому вот придет пряжа, я посмотрю, проверю, что все действительно так, как есть. И тогда, тогда я вам все покажу во влогах, все обязательно покажу. Начать МК на блузку с запахом. Я хочу связать такую а-ля кофточку, а-ля блузку с запахом. То есть, чтобы она на лямочку, знаете, завязывалась. Вот так вот, как раньше халаты запахивались. Ну, и здесь такая блузка. Ну, я думаю, многие видели на просторах интернета подобные модели. Поэтому ничего такого нового я вам не скажу, не покажу. Дальше еще хочу попробовать, всегда хотела попробовать, кстати, попробовать связать юбку. Но я всегда была, как это сказать, мне всегда хотелось, чтобы она была более плотная. И я не знала, из какого лучше ее материала вязать, ну, то есть пряжи. Но вот сейчас попробую, посмотрим. Юбка, начать снимать МК на юбку. Значит, и еще мне хотелось бы снять МК на несколько узоров. Вообще, в планах 5, но как получится? Пока не знаю. Ага, уже 10 пунктов. Да, молодец я просто. Вообще, в прошлом месяце у меня сколько получилось пунктов? 13 из них 2 я не выполнила. Но-но. Просто молодец. Так, значит, дальше мы вернемся к вышивке. Вышивка, начнем опять по порядку, зимняя тишина. Полторы тысячи крестиков, как обычно, в принципе. Дальше вышивка, маяк. Я не знаю, сколько там осталось крестиков, даже не знаю. Ну, пусть тоже будет полторы тысячи. Если вдруг там осталось меньше, то я эти крестики перенесу на зимнюю тишину. Но в зимней тишине точно еще больше полутора крестиков. Полутора тысячи крестиков. Котенок. Запланирую на котенке 500 крестиков. Но тоже, если там не будет уже 500 крестиков, я их перенесу на зимнюю тишину. Как бы так. Пока вроде бы это все. Пока у меня ничего в планах вроде бы больше нет. Но мне кажется, и так достаточно. Опять 13 пунктов, да, получилось? Опять 13 пунктов. Ну, давайте так. Вдруг еще что-то в голову мне придет. Я это во влогах вам буду показывать и допишу. Так, все. На этом, пожалуй, все. Вот все, какие планы у меня есть. Я вам рассказала, показала свои готовые работы, рассказала по планам. Да, все, что у меня получилось, что у меня не получилось, что я запланировала на новый месяц. Надеюсь, вам было это интересно. Обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки, конечно же, свои. И не забывайте о комментариях. Давайте пообщаемся, пообсуждаем. Может быть, вы мне что-то предложите. Я имею в виду какие-то модели, новые юбок. Или, может быть, подскажете, да, как кто что вязал, свой опыт расскажете. Юбок, вот блузки, вот эти вот запаха. Я тоже никогда, кстати, не вязала. Но будет очень интересно с вами пообщаться на эти темы. И вообще, делитесь своими впечатлениями о моей переделанной работе. Все, на этом я заканчиваю свое видео. Но, как обычно, я с вами не прощаюсь, а говорю вам до новых встреч. Пока!